Ребята, всем привет! Сегодня мы разбираем с вами седьмой модуль рабочей эстрады Спортлайт за седьмой класс. Итак, под буковкой A модуль называется Walk of Fame – Путь Славы. И сразу перейдем к первому заданию на словарный запас – Vocabulary. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки и обязательно ставьте колокольчики, чтобы ничего не пропустить. Итак, Label the Pictures. Нам нужно написать название под картинками. Смотрим номер один. Номер один – это фигурист. Сиггерскейтер. Номер два – оперный певец. Певица. Опера сцена. Далее – кинорежиссер под третьим названием. Фильм директор. Четвертое – модель. Далее – телеведущий. Телеведущая я. Шестое – комедион, то есть комик-юморист. Ну, здесь все было легко, перейдем ко второму упражнению. Do the crossword. What is the word formed in number seven? То есть мы должны сделать кроссворд и посмотреть, какое слово сформировалось под седьмой цифрой по горизонтали. Итак, ну, номер один. Funny and amusing – это явно комик. Второе, то есть забавный, веселый комик. Второе – handsome and pleasant to look at. Красивый, на кого приятно посмотреть. Это attractive, привлекательный. Третье – someone who has a natural ability to do something well. Кто-то, у кого есть природные способности делать все очень хорошо. Это талантливый, talented человек. Далее, четвертое – someone who has a lot of money. Кто-то, у кого много денег. Rich, богатый. Далее, пятое – someone who has achieved what he, she wanted. Кто-то, кто достиг того, чего он хотел. Это successful, да, это успешный человек. Successful. И последнее – large and important, огромный и важный – это great, великий. Итак, ребята, задание третье, грамматическое. Use the adjectives in the box to make sentences comparing the three actresses below used. Итак, используйте прилагательные в ниже в коробочке, чтобы сравнить три актрисы. Используйте слова more than, less than, as, as, the most, the least. То есть, что это за слова, ребята? Это слова, которые помогают нам сравнить. То есть, в данном упражнении нужно знать правила на степень сравнения прилагательных. Итак, смотрим, как у меня получилось. Я переведу, сделала по одному предложению. Мэрил Стрип такая же талантливая, как Уупи Голдберг. Далее, второе. Кира Найтли – самая красивая. Далее. Ну, имеется в виду actress. Актриса, можете приписать в конце actress. Мэрил Стрип is more successful than Уупи Голдберг. Ребята, тут меня не видно, но вы допишите, да, Уупи Голдберг. Мэрил Стрип – она более успешная, чем Уупи Голдберг. Мэрил Стрип is less funny than Уупи Голдберг. Мэрил Стрип менее забавная, веселая, чем Уупи Голдберг. И последнее. Кира Найтли – самая малоизвестная, имеется в виду, из них актриса. Так, ну хорошо. Перейдем к следующему упражнению. Write the second sentence so that it has a similar meaning as the first. То есть нам нужно переписать второе предложение так, чтобы оно имело то же значение, как и первое. Ну, смотрим. Тони умнее, чем Роберт. Переделываем. Роберт не такой умный, как Тони. Да, степень сравнения. Второе. I haven't seen a funnier film. Я никогда не видел. Я не видел более забавный, веселый фильм. Второе. Переделываем. This is the funniest I've ever seen. Это самый веселый. Ребята, тут стоит добавить слово фильм. Sorry. Фильм, который я когда-либо видел. Далее. Третий. Betty didn't sing as loudly as John. Betty не пела так громко, как Джон. То есть, John sang louder than Betty did. Джон пел громче, чем Бетти. Четвертое. Валя hasn't got as much money as Tyna. Tyna. То есть, у Вали нет столько, так много денег, как у Тины. У Тины, да? Tyna has got more money than Valia. У Тины больше денег, чем у Вали. И последнее, пятое. He performs better than her. Он играет лучше, чем она. She doesn't perform as good as he does. Она не играет так хорошо, как он. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики. Всем спасибо. Всем пока.